Мы продолжаем обсуждение вопроса про химическую связь и переходим к обсуждению метода молекулярных орбиталей. Принципиальное отличие метода молекулярных орбиталей заключается в том, что предполагается следующие моменты. Во-первых, каждый электрон движется в поле остальных электронов и всех ядер. Таким образом, квантово-механические законы мы распространяем на молекулу в целом. И вводится понятие молекулярной орбитали, которая является линейной комбинацией атомных орбиталей. Что это значит? Что любая молекулярная орбиталь формируется из соответствующих атомных орбиталей. Таким образом, для любой молекулы число молекулярных орбиталей строго равно числу всех атомных орбиталей. Мы дальше посмотрим это на примере. Коэффициенты, которые присутствуют в уравнении связывающих молекулярную орбиталь и атомные орбитали, показывают степень участия данной атомной орбитали в молекулярной орбитали. Самое первое правило построения молекулярных орбиталей базируется на том, что принимают участие только валентные атомные орбитали. Например, если мы с вами рассматриваем образование молекулы кислорода О2 из атомов кислорода, то в образовании молекулярных орбиталей принимают участие только 2С и 2П атомные орбитали. Мы понимаем, что кислород имеет суммарно 8 электронов, из которых 2 располагаются на 1С орбитали и 6 на 2С и 2П орбитали. Мы рассматриваем для построения молекулярных орбиталей только 2С и 2П атомные орбитали. Второе правило. Число молекулярных орбиталей равно число атомных орбиталей. Если у нас взаимодействуют два атома, которые имеют только одну 1С орбиталь, рассматриваем атомы водорода. Один атом водорода имеет 1С орбиталь, второй атом водорода имеет 1С орбиталь. Таким образом, из двух этих орбиталей должны образоваться две молекулярные орбитали. Если мы рассматриваем молекулы атомы второго периода, то каждый такой атом имеет 1 2С орбиталь и 3 2П орбитали. Суммарно каждый атом имеет 4 орбитали, которые могут принимать участие в образовании молекулярных орбиталей. Таким образом, из двух атомов каждый предоставит 4 атомных орбитали. Суммарно мы должны получить 8 молекулярных орбиталей. Третье правило. При заполнении молекулярных орбиталей электронами действуют те же правила, что и для заполнения атомных орбиталей. То есть принцип запрета Паули, что не может быть двух электронов с абсолютно одинаковым набором квантовых чисел. Это значит, что на каждой орбитали могут располагаться только два электрона и они должны отличаться с пином. Дальше правило Хунда, согласно которому сначала заполняются орбитали с меньшей энергией и правило максимального спина для орбиталей с одинаковой энергией. Вводится понятие связывающей и разрыхляющей молекулярной орбитали. Давайте посмотрим, что это такое. Если мы вернемся на вот это выражение, связывающее молекулярную орбиталь и атомные орбитали, то коэффициент, который находится при вот этих атомных орбиталях, здесь записывается в квадрате. Соответственно, для квадрата равного единице знак этого коэффициента может быть плюс один и может быть минус один. Если коэффициент равен единице и он положителен для обеих атомных орбиталей, то образуется связывающая молекулярная орбиталь. Эти орбитали образуются из атомных орбиталей, которые имеют одинаковый знак волновой функции. В этом случае связывающая орбиталь показывает, что электронная плотность будет находиться в пространстве между атомами. Если же один из этих коэффициентов будет равен минус единице, то образуется молекулярная орбиталь. Таким образом, волновые функции для атомных орбиталей будут иметь разный знак. Это будет отвечать ситуации, когда электронная плотность должна находиться за пределами межатомного пространства. Такая орбиталь называется разрыхляющей. Расположение электронов на такой орбитали, то есть в этой области пространства, не будет способствовать усилению связи между атомами, поскольку электроны находятся вне вот этого межатомного пространства. И посмотрим для катиона самого простого H2+. Такой катион может быть рассмотрен как результат взаимодействия атома водорода и протона водорода, не имеющего электрона. То есть атом водорода имеет 1С-орбиталь и на этой 1С-орбитали располагается 1 электрон. Катион водорода, протон, также имеет 1С-орбиталь, но у него нет электрона на этой орбитали. В результате взаимодействия двух атомных орбиталей, 1С-орбитали от одного атома и 1С-орбитали от другого атома, должны образоваться две молекулярные орбитали. Действительно, образуется связывающая орбиталь, которая лежит ниже по энергии, чем исходные атомные орбитали, и разрыхляющая орбиталь, которая лежит выше по энергии, чем исходные атомные орбитали. Поскольку перекрывание орбитали происходит по сигма механизму, атомные орбитали перекрываются по сигму механизму, то молекулярные орбитали обозначаются символом сигма. Разрыхляющие орбитали при этом обозначаются дополнительным знаком звездочки. Таким образом, сигма 1С это обозначение связывающей молекулярной орбитали, которая образована из двух 1С-атомных орбиталей. Сигма 1С со звездочкой отвечает разрыхляющей орбитали, которая также образована из двух атомных 1С-орбиталей. Дальше мы должны распределить электроны в этой системе. В этом катионе H2+, всего один электрон и заполнение молекулярных орбиталей происходит по всем правилам, начиная с орбитали, которая имеет минимальное значение по энергии. Таким образом, на связывающей молекулярной орбитали окажется один электрон. Такая схема позволяет определить порядок связи, который будет равен числу электронов на всех связывающих орбитали минус число электронов на всех разрыхляющих орбиталях разделить на 2. В нашем примере на связывающей орбитали находится один электрон, на разрыхляющих орбиталях электронов нет. Таким образом, порядок связи будет равен 1,2. Если же мы рассмотрим молекулу водорода, в которой будет 2 электрона, то порядок связи будет равен 1, поскольку второй электрон будет также находиться на связывающей орбитали. Вот энергетическая диаграмма, которая показывает строение, распределение электронов по молекулярным орбиталям в молекуле водорода. Так же, как и в случае катиона H2+, из двух атомных 1s орбиталей образуется связывающая молекулярная орбиталь, которая лежит ниже по энергии, и разрыхляющая молекулярная орбиталь, которая лежит выше по энергии. И поскольку каждый из атомов имел по одному электрону, два электрона занимают низшую по энергии орбиталь. Суммарно при образовании связи система получает выигрыш в энергии. Почему? Потому что связывающая орбиталь молекулярная имеет более низкую энергию, чем исходные атомные орбитали. Соответственно, каждый из электронов оказался в результате образования молекулы на более низком по энергии уровне. И выигрыш в энергии будет тем больше, чем сильнее вот это понижение энергии молекулярной орбитали по сравнению с положением исходных атомных орбиталей. Для молекулы водорода, для каждого атома энергия электрона понижается на 218 килоджоулей на моль атомов. Соответственно, для двух атомов эта величина удваивается и действительно энтальпия диссоциации молекулы водорода составляет 436 килоджоуль на моль. Этот выигрыш складывается из выигрыша в энергии для каждого из электрона, который понижает свою энергию при переходе с атомной орбитали на связывающую молекулярную орбиталь. Давайте посмотрим для молекул и ионов первого периода. Первый период это два элемента, это водород и гелий. Есть единственная 1С-орбиталь как для атома водорода, так и для атома гелия. Соответственно, из двух 1С-орбиталей должны образоваться две молекулярные орбитали, связывающие и разрыхляющие. При этом у атома водорода один электрон у каждого, у атома гелия два электрона у каждого. Рассмотрим молекулу водорода. У нас есть связывающая молекулярная орбиталь, разрыхляющая молекулярная и два электрона по одному от каждого атома водорода. Соответственно, оба электрона будут располагаться на связывающей молекулярной орбитали, а разрыхляющая орбиталь окажется свободной. Мы можем посчитать порядок связи, который составит 2 электрона на связывающей орбитали, минус 0 электронов на разрыхляющих разделить на 2. Порядок связи равен 1. Это совпадает с тем, как мы бы с вами определили порядок связи для молекулы водорода по методу валентных связей за счет одной обобществленной электронной пары. Кратность связи равна 1. Давайте посмотрим катион и анион. Если в этой частице будет только один электрон, он, разумеется, будет располагаться на связывающей орбитали. Порядок связи будет 1 электрон на связывающей орбитали, минус 0 электронов на разрыхляющей орбитали, разделить на 2 порядок связи 1, 2. К чему это приводит с точки зрения характеристик молекулы? Порядок связи уменьшился, расстояние между центрами двух атомов водорода увеличилось, энергия связи между атомами водорода уменьшилась. Чем больше порядок связи, тем короче оказывается эта связь, и тем большую энергию эта связь имеет. Давайте посмотрим другую ситуацию, когда к молекуле водорода дополнительно присоединяется еще один электрон. Третий электрон не может быть расположен на связывающей орбитали, поскольку на каждой орбитали может быть только два электрона. Соответственно, этот третий электрон будет занимать более высокую по энергии разрыхляющую орбиталь. Посчитаем порядок связи. Два электрона на связывающей орбитали, минус один электрон на разрыхляющей орбитали, разделить на два, порядок связи снова будет 1, 2, так же как и в катионе, H2 с зарядом плюс. Если мы теперь сравним размеры частиц, длина связи оказывается даже больше, чем в случае катиона, и энергия связи оказывается меньше, чем в катионе, при одном и том же порядке связей в 1, 2. Это связано с тем, что в данном случае именно на разрыхляющей орбитали оказывается третий электрон. Вот этот эффект заполнения разрыхляющей орбитали и приводит к увеличению расстояния между атомами и уменьшению энергии связи. Давайте посмотрим на частицы, образованные атомами гелия. Точно так же две молекулярные орбитали связывающие и разрыхляющие, но для молекулы гелий-2 оказывается необходимым разместить 4 электрона, поскольку каждый атом гелия имеет 2 электрона. Соответственно, 2 электрона будут размещены на связывающей орбитали, и 2 электрона окажутся на молекулярной орбитали. Давайте посчитаем порядок связи. 2 электрона на связывающей минус 2 электрона на разрыхляющей разделить на 2. Порядок связи оказывается равным нулю. Что это значит? Это значит, что молекула гелий-2 не существует. Потому что нет никаких энергетических предпосылок для того, чтобы образовать связь гелий-гелий. Молекула гелий-2 не существует. Порядок связи равен нулю. А вот катион гелий-2 с зарядом плюс может существовать, поскольку он будет иметь только 3 электрона. И, соответственно, порядок связи мы с вами посчитаем. 2 электрона на связывающих орбиталях минус 1 на разрыхляющей разделить на 2. Порядок связи 1, 2. Давайте сравним с соответствующими частицами водорода. Вообще-то распределение электронов визуально совершенно одинаково для аниона H2- и катиона гелий-2 с плюсом. И там, и там 3 электрона, 2 из которых находятся на связывающей орбитале, и 1 электрон находится на разрыхляющей орбитале. Но при этом длина связи несколько меньше для катиона гелий-2 плюс, и энергия связи несколько больше, чем для аниона H2-. Это связано с тем, что, вообще говоря, ядро атома гелия имеет больший положительный заряд, чем ядро атома водорода. Соответственно, электроны в большей степени притягиваются к ядру, и орбиталь связывающая будет лежать ниже по энергии, чем связывающая орбиталь в случае атома водорода. Вот этот эффект заряда ядра и обеспечивает увеличение энергии связи и уменьшение длины связи в катионе гелий-2 с плюсом по сравнению с анионом H2-. Ну, если для атомов водорода возможно только образование сигма-связей, то для элементов второго периода, у которых появляется P-орбитале, возможно образование связей как по сигма-перекрыванию, так и по Пи-перекрыванию. С точки зрения сигма-перекрывания, возможно комбинация из двух S-орбиталей, из S-орбиталей и P-орбиталей, и для двух P-орбиталей, которые расположены строго по той линии, которая соединяет центры ядер. В то же время для P-орбиталей возможно перекрывание по Пи-механизму, и это будет реализовано для тех орбиталей, лепестки которых располагаются в перпендикулярной плоскости относительно линий, связывающей центры атомов. Чем больше степень перекрывания, тем прочнее будет связь. Поэтому сигма-связь всегда более прочная, чем Пи-связь, и соответственно сигма-связывающие орбитали должны лежать ниже по энергии, чем Пи-связывающие орбитали. Внизу этого слайда показана схема образования Пи-связывающей молекулярной орбитали в результате перекрывания двух P-атомных орбиталей. Вот таким образом будет выглядеть Пи-связывающая орбиталь. Если мы посмотрим на то, как меняются энергии 2-с и 2-п электронов для элементов второго периода в зависимости от их атомного номера, то мы заметим следующее. Что для атома бора, для которого в первый раз появляется электрон на 2-п орбитали, разница в энергии для электронов, которые находятся на 2-с и на 2-п орбиталях, весьма мала. В то же время для атома фтора разница энергии электронов, которые находятся на 2-с и 2-п орбиталях, велика. К чему это приводит? Это приводит к тому, что по-разному происходит перекрывание с и п орбиталей. Так, для молекулы фтора, с учетом того, что для атома фтора очень большая разница в энергиях для 2-с и 2-п орбиталей, оказывается невозможным перекрывание с и п орбиталей по сигма-механизму. Таким образом, для молекулы фтор-2 реализуются следующие возможные молекулярные орбитали. Это сигма-связывающая орбиталь, которая формируется за счет перекрывания 2-с и 2-с орбиталей каждого из атомов фтора. Перекрывание таких двух орбиталей дает одну сигма-с-связывающую орбиталь и одну сигма-с-разрыхляющую орбиталь. Для тех орбиталей, которые, для тех п орбиталей, лепестки которых оказываются расположены по линии соединяющих ядра, оказывается, возможно, сигма-перекрывание. И, таким образом, из этой пары п орбиталей образуется сигма-з-связывающая и сигма-з-разрыхляющая. Традиционно через линию, соединяющую ядра, проводят ось Z. Ну, это действительно просто традиционно принято. Так договорились, что линия, которая связывает центр атомов, находится на оси Z. Таким образом, PZ-орбитали могут перекрываться по сигма-механизму, и из них образуется сигма-з-связывающая и сигма-з-разрыхляющая орбиталь. Но у каждого атома фтора еще есть PX и PY-орбитали, которые уже находятся в плоскостях перпендикулярном линии, связывающей атомы. И такие орбитали могут перекрываться только по P-механизму. Таких орбиталей у нас четыре. Две PX-орбитали и две PY-орбитали. Таким образом, из четырех атомных орбиталей у нас образуются четыре P-молекулярных орбитали. Две связывающие, это PX-связывающие и PY-связывающие, и две разрыхляющие, PX-разрыхляющие и PY-разрыхляющие. Суммарно четыре P-молекулярных орбитали. Если мы с вами посчитаем все молекулярные орбитали, то у нас получится восемь молекулярных орбиталей, что соответствует тому, что каждый из атомов второго периода имеет четыре атомных орбитали. Два атома по четыре атомных орбитали дают восемь атомных орбиталей, из которых образуются восемь молекулярных орбиталей. При этом молекула фтора будет иметь суммарно 14 электронов, которые участвуют в образовании связи, поскольку каждый из атомов фтора имеет по 7 электронов. Таким образом, на восьми молекулярных орбиталях мы должны распределить 14 электронов. Каким образом мы это должны сделать? Давайте сосредоточимся на левой части этого рисунка. Она показывает, каким образом образуются молекулярные орбитали из атомных орбиталей в случае образования молекулов фтора. Из два S-орбиталей каждого атома фтора образуются сигма-связывающая и сигма-разрыхляющая орбиталь. Из два P-орбиталей атома фтора образуются сигма-связывающая и сигма-разрыхляющая орбиталь. Эти орбитали образуются из Pz-орбиталей атомов фтора и образуются из двух других пар Px-связывающая и Py-связывающая орбитали и Px-разрыхляющая и Py-разрыхляющая орбитали. Разница в энергии между Py-связывающей и Py-разрыхляющей орбиталей будет меньше, чем разница в энергии между σ-связывающей и σ-разрыхляющей орбиталями. Это обусловлено тем, что перекрывание по Py-механизму существенно меньше, чем перекрывание по σ-механизму. Таким образом, мы имеем следующий набор орбиталей, молекулярных орбиталей. σ-связывающая, σ-разрыхляющая, σ-звязывающая, πx-py-связывающая, πx-py-разрыхляющая, σ-з разрыхляющая. Вот так располагаются по энергии молекулярные орбитали для молекулы фтора. Дальше мы 14 электронов должны по правилам распределить по этим орбиталям. Идет заполнение орбиталей, начиная с низшей по энергии по 2 электрона, поскольку больше, чем 2 электрона, мы не можем распределить на одной орбитали. 2 электрона на σ-связывающей, 2 электрона σ-связывающей, 2 электрона на σ-с разрыхляющей, затем σ-з связывающая, опять 2 электрона можем разместить, πx-py-связывающие, 2 орбитали, имеющие одинаковую энергию. Поэтому, прежде чем переходить на следующий уровень, здесь у нас останутся 4 электрона, по 2 электрона на каждой из этих орбиталей. 2 электрона на πx, 2 электрона на πy. И последние 4 электрона займут π-разрыхляющие орбитали, 2 электрона на πx-разрыхляющий и 2 электрона на πy-разрыхляющий. Самая верхняя по энергии, σ-связывающая орбиталь, оказывается свободной, пустой. Рисунок справа показывает, где располагается относительно центров атомов электронная плотность для соответствующих молекулярных орбиталей. Давайте теперь сравним две молекулы, φтор2 и Н2, φтор и азот. На минутку вернемся на диаграмму, показывающую разницу в энергиях между 2С и 2П электронами. Можно заметить, что для азота эта разница существенно меньше, чем для φтора. К чему это приводит? Это приводит к тому, что для молекулы азота становится возможным взаимодействие 2С-орбитали и 2П-орбитали с перекрыванием по σ-механизму. То есть в энергию σ-з-орбиталей будет, в этой энергии появится дополнительный вклад от S-орбиталей. К чему это приводит с точки зрения энергии молекулярных орбиталей? Это приводит к тому, что σ-з-связывающая оказывается выше по энергии, чем πx и πy-связывающие орбитали. Пожалуйста, обратите внимание. Ситуация, когда σ-з-связывающий орбиталь лежит ниже по энергии, чем πx и πy-связывающие, для молекул элементов 2-го периода реализуется для фтора и кислорода. Для бора, углерода и азота из-за подключения вот такого перекрывания между S и π-орбиталями, уровень энергии для σ-з-связывающей орбитали оказывается выше, чем πx и πy-связывающие орбитали. Ну, заполнение электронными происходит совершенно по тем же самым правилам, что и для атомов. Соответственно, заполняются орбитали снизшие по энергии, и в случае молекулы азота будет сначала заполняться σ-с-связывающая, σ-с-разрыхляющая. Затем πx и πy-связывающие орбитали по 2 электрона на каждую орбиталь, и в верхней по энергии, заполненной орбиталью, оказывается σ-з-связывающая орбиталь. Если мы проследим, как меняется энергия молекулярных орбиталей для молекул второго периода, то мы заметим вот именно такую же тенденцию. В целом, для орбиталей с увеличением порядкового номера элемента, с увеличением заряда ядра элемента, будет происходить понижение энергии орбиталей. И мы можем заметить, что понижается уровень энергии σ-с-связывающей орбитали, понижается уровень энергии σ-с-разрыхляющей орбитали, понижается уровень энергии σ-з-связывающей орбитали. При этом для π-связывающей орбитали тоже происходит такое понижение энергии, но оно существенно меньше. Поэтому для кислорода и фтора σz-связывающей орбитали лежит ниже π-энергии, чем πx и πy-связывающей орбитали. Вот граница проходит между атомом азота и молекулой азота Н2 и молекулой кислорода О2. И если мы теперь с вами посчитаем порядок связи для двух атомных молекул элементов второго периода, мы с вами рассматриваем только гомоатомные молекулы сейчас, то есть которые построены из двух одинаковых атомов, атомов одного элемента. В молекуле литий-2, возвращаемся на... А, здесь только бур. В молекуле литий-2 два электрона находятся на σ-связывающей орбитали. На разрыхляющих орбиталях электрона нет, порядок связи равен единице. Для молекулы бериллий-2 два электрона находятся на связывающей орбитали, два электрона на разрыхляющей орбитали. Порядок связи оказывается равным нулю. И молекула бериллий-2 не существует. Точно так же, как мы с вами перед этим посчитали, для молекулы гелий-2 порядок связи равен нулю. Это говорит о том, что такая молекула существовать не может. Следующая двухатомная молекула, молекула бор-2. И вот здесь мы с вами можем посмотреть на диаграмму. Более низкой по энергии оказываются связывающие πx и πy к орбитали. Соответственно, электроны располагаются следующим образом. Два электрона на σs связывающие, два электрона на σs разрыхляющие. И по правилу максимального спина по одному электрону оказывается на π связывающих орбиталях. 1 электрон на πx орбитали, 1 электрон на πy орбитали. Порядок связи мы с вами можем посчитать. На связывающих орбиталях у нас 2 электрона и еще 2 электрона, и того 4. На разрыхляющих орбиталях 2 электрона. Если мы вычтем 4-2, поделим на 2, порядок связи оказывается равен 1. В следующая молекула углерод добавляются 2 дополнительных электрона по одному электрону для каждого атома. Опять распределение электронов мы должны с вами осуществить в соответствии с правилами. Начиная с орбитали с низшей энергии. 2 электрона на σs связывающих, 2 электрона на σs разрыхляющие. И продолжается заполнение πx, πy связывающих орбитали. В данном случае по 2 электрона на каждой из орбиталей. Порядок связи 2 плюс 4 минус 2 разделить на 2. Порядок связи в молекуле углерода будет равен 2. Молекулы азота добавляем еще по одному электрону к каждому атому, то есть на 2 электрона больше. И заполняется следующая по энергии орбиталь, это σz связывающая орбиталь. Она одна с таким уровнем энергии, поэтому оба электрона дополнительные располагаются именно на этой орбитали. И порядок связи для молекулы азота самый большой. Если мы посчитаем количество электронов, у нас оказывается 8 электронов на связывающих орбиталях, 2 электрона на разрыхляющих орбиталях разделить на 2. Порядок связи равен 3. Обратите, пожалуйста, внимание, для молекулы Бор-2 порядок связи 1, для молекулы С2 порядок связи 2, для молекулы Н2 порядок связи 3. Идет заполнение связывающих орбиталей. После этого переходим к молекуле кислорода. Здесь обращаем внимание на то, что σz связывающая орбиталь оказывается ниже по энергии, чем π связывающая орбитали. Добавляются 2 электрона. И если мы заполняем по правилам орбитали, начиная с низшей по энергии, то последние 2 электрона мы должны разместить на π разрыхляющих орбиталях. Таких орбиталей 2 с одинаковой энергией, это πx разрыхляющая и πy разрыхляющая. И по правилам максимального спина электроны будут по одному занимать эти орбитали. Таким образом, посчитаем с вами порядок связи. У нас по-прежнему 8 электронов на связывающих орбиталях, но теперь уже 4 электрона на разрыхляющих. Порядок связи будет равен 2. Идет заполнение разрыхляющих орбиталей, порядок связи понижается. Следующая молекула, это молекула фтора. Будет продолжаться заполнение разрыхляющих орбиталей. Соответственно, порядок связи еще понизится. 8 электронов на связывающих орбиталях, 6 электронов на разрыхляющих орбиталях. Порядок связи равен 1. И последняя молекула для элементов второго периода, молекула неон-2. Произойдет заполнение самых высоких по энергии, сигма-зет связывающей, сигма-зет разрыхляющей орбитали. Число электронов на связывающих и разрыхляющих орбиталях окажется одинаковым. Порядок связи в такой молекуле равен нулю. И такая частица не существует. Таким образом, если мы с вами посмотрим, как меняется порядок связи для молекул элементов второго периода, то мы заметим уменьшение порядка связи до нуля. При переходе от литий-2 к берилли-2 идет заполнение разрыхляющих орбиталей. Дальше появляются новые связывающие молекулярные орбитали. Идет заполнение связывающих орбиталей и увеличение порядка связи до молекулы азота. После того, как оказываются заполненными все связывающие орбитали, идет заполнение электронными снова разрыхляющих орбиталей. И порядок связи уменьшается до нуля у молекулы неон-2. Молекулы берилли-2 и неон-2 не существуют, поскольку нет выигрыша в энергии за счет образования такой молекулы из атомов. Теперь мы должны с вами обсудить следующее свойство молекул, а именно их магнитные свойства. Если молекула имеет в своем составе неспаренный электрон, то такая частица является парамагнитной. Она будет втягиваться в магнитное поле. Если же молекула не имеет неспаренных электронов, то такая молекула или частица ион будет диамагнитной, и она выталкивается из магнитного поля. Если мы с вами вернемся на распределение электронов для молекулы второго периода, то мы увидим наличие неспаренных электронов для молекулы бор-2 и для молекулы втор-2. Эти молекулы являются парамагнитными. В то же время молекулы С2, Н2 и втор-2 не имеют неспаренных электронов и, соответственно, являются диамагнитными. Вот это замечательная способность методом молекулярных орбиталей объяснять магнитные свойства. Молекула ДТО, что не мог сделать метод валентных связей. Например, из метода валентных связей совершенно было бы непонятным, как молекулы кислорода, в которых связь двойная, образована двумя парами электронов, как такая молекула может быть парамагнитной. Метод молекулярных орбиталей показывает, что при сохранении порядка связи равному двум в молекуле кислорода существует два неспаренных электрона. И именно наличие таких неспаренных электронов определяет парамагнитные свойства молекулы кислорода. Если мы поварьируем количество электронов в молекуле кислорода, молекула кислорода сама по себе парамагнитная, имеет два неспаренных электрона. Если мы удалим один из электронов и сформируем катион О2 с зарядом плюс, мы удаляем один электрон, разумеется, с верхней по энергии орбитали. У нас в результате остается один неспаренный электрон, и таким образом катион О2 с зарядом плюс также будет парамагнитной частицей. Если мы, наоборот, присоединим один электрон и сформируем анион О2 с зарядом минус, мы должны по правилам присоединить электрон на возможную орбиталь с минимальной энергией. Орбитали с минимальной энергией, куда мы могли бы присоединить электрон, это как раз верхние по энергии орбитали пи-разрыхляющие орбитали, поскольку на каждой из этих орбиталей в молекуле кислорода находится только по одному электрону. Значит, мы можем присоединить второй. И таким образом у нас вместо одного неспаренного электрона образуется пара электронов, но при этом второй неспаренный электрон сохраняется. Таким образом, анион О2 с зарядом минус также будет обладать парамагнитными свойствами. Если же мы присоединим еще один электрон и сформируем гипотетический ион О2 с зарядом 2 минус, то еще один электрон мы обязаны присоединиться на возможную свободную, низшую по энергии орбиталь, то мы получим диамагнитную частицу, поскольку неспаренных электронов в системе не останется. Для каждой из этих частиц мы также можем посчитать порядок связи или кратность связи. И, пожалуйста, обратите внимание, удаление электрона с разрыхляющей орбитали приводит к увеличению порядка связи для катиона О2 с плюсом по сравнению с молекулой О2. Наоборот, добавление электрона на разрыхляющую орбиталь при образовании аниона О2 с минусом приводит к уменьшению порядка связи по сравнению с исходной молекулой О2. Увеличение порядка связи или кратности связи сопровождается уменьшением длины и увеличением энергии связи. Уменьшение порядка связи сопровождается увеличением длины и уменьшением энергии связи. Если мы будем рассматривать гетероатомные молекулы, то мы можем учитывать такое явление, как изоэлектронных молекул. Молекулы, которые имеют одинаковое число электронов на одинаковых орбиталях, называются изоэлектронными. В качестве примера мы можем рассмотреть молекулу азота. Имеет молекула 10 валентных электронов, по 5 электронов от каждого атома азота. Из электронной молекулы азота будут следующие частицы. Молекула СО, углерод дает 4 электрона, кислород дает 6 электронов, суммарно 10 электронов. Ион СН минус, азот также дает 5 электронов. Мы можем дополнительный электрон приписать атому углерода с 4 электронами, и он также даст 5 электронов. Для всех этих частиц будет наблюдаться порядок связи, равный 3. Для всех этих частиц будет реализована схема молекулярных орбиталей, такая же, как для молекулы азота. Энергия связи будет разной, поскольку она будет определяться взаимным расположением атомных и, соответственно, молекулярных орбиталей. Давайте посмотрим на примере молекулы СО. Поскольку заряд ядра атома кислорода больше, чем заряд ядра атома углерода, то 2С-орбитали углерода оказываются выше по энергии, чем 2С-орбитали кислорода, и 2П-орбитали углерода будут выше по энергии, чем 2П-орбитали кислорода. Кроме того, мы должны с вами учесть также, что разница в величинах энергии между 2С- и 2П-орбиталями углерода будет меньше, чем разница в энергии между 2С- и 2П-орбиталями кислорода. Но набор молекулярных орбиталей будет тот же самый, как и для молекулы Н2. Сигма-С связывающая, сигма-С разрыхляющая, затем Пи-Х-Пи-Игрок связывающая, сигма-З связывающая, Пи-Х-Пи-Игрок разрыхляющая и сигма-З разрыхляющая. Суммарно мы имеем 4 электрона от атома углерода и 6 электронов от атома кислорода. Всего 10 электронов, которые мы по правилам располагаем по молекулярным орбиталям, начиная с низшей по энергии, и мы получаем то же самое распределение электронов по молекулярным орбиталям, как бы мы это имели для молекулы азота. На этом мы обсуждение молекулярных орбиталей с вами заканчиваем. Дальше будем разбирать на семинаре. Еще несколько слов, которые я должна сказать по поводу еще двух типов связи, которые мы с вами еще не разобрали. Йонная связь. В случае образования ионной связи речь идет о том, что электронная плотность полностью перенесена от одного атома к другому. лучшим примером для рассмотрения ионных связей, разумеется, являются соединения щелочных металлов и галогенов, поскольку при переносе электрона от щелочного металла на галоген и для того, и для другого элемента реализуется электронная оболочка инертного газа. для щелочного металла предшествующего инертного газа, для галогена следующего за ним инертного газа при образовании соответственно катиона щелочного металла и аниона галогенида. Йонная связь основана на взаимодействии вот таких противоположных зарядов положительного катиона и отрицательного аниона. энергия такой связи описывается по закону кулона, то есть исходя из величин соответствующих зарядов, величины заряда электрона и расстояния между центрами катиона и аниона. в качестве характеристик ионных связи мы должны отметить следующее в отличие от ковалентной связи ионная связь является ненаправленной поскольку представляет собой электростатическое взаимодействие а не так как в случае ковалентной связи когда мы говорим что электронная плотность сконцентрирована между атомами другой характеристикой ионной связи является недеформируемость электронной оболочки вот рассматривается катион с той оболочкой как какой он сформировал инертного газа и аниона соответственно тоже энергия связи очень сильно зависит от геометрии взаимного расположения заряда и описывается этот геометрический фактор введением дополнительной константы к закону Кулона который называется константой Маделунга вот эта константа Маделунга она собственно учитывает взаимное расположение катионов и анионов в пространстве и расстояние между ними и тип взаимодействий который мы еще также не обсудили это вандерваальсово взаимодействие как я уже говорила это межмолекулярное взаимодействие вандерваальсовые силы всегда существуют между атомами и между молекулами но они пренебрежимо малы внутри молекулы при наличии ионных или ковалентных взаимодействий поэтому их имеет смысл рассматривать как межмолекулярные взаимодействия они подразделяются на следующие типы первый тип наиболее сильный по энергии это диполь дипольное взаимодействие в том случае если молекула является полярной и обладает определенным дипольным моментом то есть у нас есть участок молекулы с частичным положительным зарядом и участок молекулы с частичным отрицательным зарядом то взаимодействие соответственно положительных и отрицательных участков разных молекул осуществляется за счет также такого электростатического взаимодействия поскольку заряды являются частичными то и взаимодействие оказывается существенно более слабым чем в случае типичного ионного взаимодействия но однако достаточно сильным для того чтобы быть хорошо заметным частным случаем таких диполь дипольных взаимодействий является образование водородных связей и мы с вами будем это подробно обсуждать когда будем рассматривать химию элементов другим вариантом вандер вальсовского взаимодействия более слабым является индукционное взаимодействие которое реализуется при сближении постоянного и наведенного диполей с постоянным диполем понятно эта молекула у которой есть положительно заряженный и отрицательно заряженный участок наведенный диполь это диполь который возникает при действии постоянного диполя на вообще говоря не полярную частицу но под действием вот этого подошедшего приблизившегося диполя происходит деформация перераспределение электронной плотности в нейтральной в неполярной молекуле и она приобретает разумеется еще более слабый какой-то слабую полярность и уже вот взаимодействие постоянного и наведенного индуцированного диполя также возможно и представляет собой один из типов вандер вальсовского взаимодействия и наконец самое слабое межмолекулярное взаимодействие это дисперсионное притяжение или дисперсионное взаимодействие которое вообще говоря возникает между неполярными частицами при их сближении возможно флуктуация перераспределение в электронной плотности и это короткие кратковременные слабые взаимодействия но однако они возможны и возникают например даже между атомами не молекулами а атомами инертных газов поскольку как мы с вами только что обсудили в методе молекулярных орбиталей двухатомные молекулы благородных газов существовать не могут но между атомами благородных газов возможны слабые дисперсионные взаимодействия которые возникают из-за моментальных мгновенных флуктуаций перераспределения электронной плотности